Всем большой привет! Меня зовут Наталина, и сегодняшнее видео будет целиком и полностью посвящено новому тональному крему от Наташи Диноны. Это вообще... Господи... Ой... Прикиньте, все 20 оттенков и все, все-все-все есть у меня. Это вообще нормальная ситуация? Или нет? Вот, кстати, посмотрите, видите, они как мраморные. Нет, они как будто с кровью. Господи, тональные с кровью. Ну, короче, они вот так вот могут расслаиваться, их нужно встряхивать перед нанесением. Мне прислали вот эту пиар-упаковку в качестве пиар, собственно, и один тональный крем я покупала самостоятельно. Оттенок 30W я заказывала сама на Культ Бьюти, и потом уже мне только пришла эта упаковка. Я делала ее распаковку на своем лайв-канале Наталина Муа Лайв, там влоги с мероприятиями, всякое такое. Можете подписаться, если вам интересно, иногда просто потрындеть ни о чем. Ну, или о чем-то. Собственно, здесь есть оттенки как fair, да, то есть типа суперсветлые, так light, так и medium, так и темные. Ну, как обычно, мне кажется, что самые светлые недостаточно светлые, самые темные недостаточно темные. Это видео далеко не первое впечатление. Мне кажется, я уже больше месяца тестирую это тональное средство, носила его в разных моментах, в разных ситуациях. Потому что сначала у меня был вот этот 30W, и сейчас оттенок, который у меня сейчас на лице, который мне подходит, это 22R. Давайте мы сейчас с вами посмотрим нанесение, и дальше я вам уже расскажу свое собственное впечатление. Наташа Динона вообще это совершенно небюджетный бренд, и тон этот тоже небюджетный. Его цена составляет около 3000 рублей. В общем-то, давайте мы с вами сейчас посмотрим нанесение, и в второй части видео я вам полностью расскажу свое мнение об этом тональном средстве. Итак, вот эти первые два оттенка, это самые светлые в линейке, это оттенок 5N, это оттенок 10Y, и он реально такой желтоватый вот этот цвет, но на мне он вообще практически белый. Дальше у нас уже идет линейка Light, оттенок 20Y, дальше 22R, у него вроде как красный подтон должен быть, дальше у нас 25W, дальше 30W, еще раз 30W, два раза я его намазала зачем-то. Оттенок 40N, достаточно уже темный, и следующий почему-то более светлый, 41Y, вот этот подтон считается нейтральным, вот этот считается желтым. И в принципе я остановилась на сводчах этих оттенков, потому что остальные уже все прям слишком-слишком-слишком-слишком темные. Ребята, я поняла, что может быть хуже солнечного дня для съемок, только солнечный день с тучами, поэтому сегодня освещение может сильно меняться, но тем не менее я вам кожу, нанесение все покажу, все надеюсь будет видно. Итак, у меня для себя пока два оттенка, 22R, Light, красный Undertone почему-то написано, и 30 Light Medium, но я им крашусь, когда я более загорела, сейчас я какого-то цвета колпачка, мне кажется, особенно шея просто. Так, обязательно это тональное средство нужно встряхнуть, потому что если не встряхнуть, то там какой-то вот пигмент может вытекать, то есть вы прям нажимаете на тон, и у вас выходит вроде обычного цвета тональный крем, но с какими-то красноватыми прожилками, очень странно. Тон сам по себе средней такой плотности, то есть он не прям текучий, но и не какой-то супер плотный. Давайте нанесем его с одной стороны спонжем, когда вы его наносите спонжем, он прям ложится тоненьким таким слоем, на вееки тоже сразу его наношу. Ну то есть вот у меня сторона с тональным средством, без тона, он ложится реально очень-очень тоненько, и кожа остается достаточно такой живой, то есть нету ощущения, что у вас очень много какого-то средства, да, на лице. Мне кажется, это всегда хорошо. Давайте с этой стороны распределим кистью, то есть так, видите, он не течет, не стекает. Не нужно наносить его большое количество, он потому что прям очень пигментированный, то есть у него маленькое количество, маленькую капельку вы совершенно спокойно растягиваете, и оно все перекрывает. В принципе, я не скажу, что нанесение кистью отличается чем-то от нанесения спонжем, но здесь просто зависит еще тоже от кожи, то есть если какие-то шелушения, да, какая-то такая история, то лучше спонжем, чтобы это все еще подприклеить. И скажу вам тоже сразу, что этот тон прям для очень сухой кожи, для кожи склонной к сухости с какими-то шелушениями не особо подойдет. Он очень стойкий, он матовый, то есть такого пудрового финиша я, честно говоря, давно у тональных средств не видела, но это его делает и супер стойким. В принципе, его можно немножко наслоить, например, в Т-зоне. Знаете, я надеюсь, что я еще тот любитель наслаивания именно в Т-зоне, потому что вот как раз вот эта зона, она жирнится очень часто. Мне, кстати, кто-то написал под каким-то видео, что вот, кто-то говорит, что вот, типа, там, здоровый блеск. Здоровый блеск – это когда кожа сияет на периферии лица, но, насколько я знаю, никто, я не слышала, чтобы говорил, что вот, типа, тут сияет в Т-зоне. Типа, это здоровый блеск. Лизажисты многие часто, даже когда делают какие-то там мейки для бьюти-съемки, уже просто как ругательная, знаете, бьюти-съемка, но нет. Они делают макияж влажноватый, а Т-зону припудривают, потому что здесь не только просто это выглядит как блинчик, но и потому что здесь пора, какая-то текстура, да, и иногда это лучше прикрыть, если это очень явно. Ну, если, опять же, это нужно. Тон этот наслаивается, но больше, там, двух слоев, наверное, я бы не рекомендовала наносить. И то вот этот второй слой я наношу на какие-то зоны, ну, типа, а-ля вместо консилера. Но вокруг ноздрей – это лично для моей кожи не самое любимое тональное средство, потому что у меня там может быть какая-то сухость, и вот она немножко подчеркивается. Но в целом, мне кажется, цвет лица очень даже ровненько, очень даже адекватно смотрится, а какие-то кремовые скульпторы, какие-то кремовые румяна здесь не очень к этому тональному средству. Они его разъедают, потому что этот тон прям вот высыхает реально в пудровый финиш на лице. Я каплю просто на синенький нюансик добавляю консилер, и реально тон высыхает прям вот как будто у вас... Ну, я не скажу, что прям как будто пудра на лице, но это прям матовый финиш без какого-то без единого просвета. Беспросветный финиш. Итак, давайте обратимся к вот этой карточке, что она нам рассказывает. Эта карточка идет в пиар-упаковках. Скажу вам, знаете что сразу? Что мне кажется, что то описание, которое здесь есть, оно очень сильно расходится с тем, что есть на самом деле. Потому что тут написано, что Foundation X Plus или 10 Plus, я не знаю, как это читать правильно. То это антиэйджинг, во-первых, тональное средство, что здесь есть антиоксиданты, витамин С и всякое такое. 20 нейтральных оттенков. В общем, здесь куча всего якобы полезного. И мне нравится, что здесь написано, что здесь финиш сияющий, люминус. И что это очень все легкое, и можно наслаивать, что оно long wear... Как это по-русски? Что его можно долго, в общем, носить, что оно водостойкое и так далее. Что касается люминус финиша. Где люминус и где вот это тональное средство, мне совершенно непонятно. Потому что для меня это тональное средство просто на 100% матовое. У Наташи Диноны вообще с продуктами для лица какая-то странная очень история. Они мне все не нравятся. То есть я все, что у нее пробовала, мне не нравилось. То есть, ну, консилеры более-менее еще, но у них просто достаточно сложная текстура, чтобы работать с ними. Потому что они очень быстро высыхают. И то есть одно неловкое движение. Чуть ты там засмотрелся куда-то, задумался на 3 секунды, и у тебя уже просто кусок бетона под глазами. С этой тональной основой у меня полное ощущение, что это классическая тональная основа с летучими силиконами. Такие тональные основы, они обычно очень такие текучие. И в чем их фишка? В том, что вы распределяете по лицу, она ложится очень тоненько за счет того, что вот эта жидкость, она, жидкость текстуры, я имею в виду, достигается как раз тем, то, что там вот эти летучие силиконы и много пигмента. Этот пигмент распределяется по лицу, силиконы испаряются, и у вас, получается, фиксируется пигмент на лице. Это практически все тональные средства, которые с пипеткой. И вот здесь у меня такое ощущение, что происходит то же самое. Такие тональные средства обычно очень стойкие на коже и все такое, ну, потому что у вас остался сухой пигмент, короче, на лице. У меня полное ощущение, что именно с такого рода тональным средством мы имеем дело, просто потому что, когда вы наносите, оно достаточно такое тоненько, но оно достаточно быстро фиксируется, и у вас остается вот этот супер пудровый финиш. В принципе, то, что оно водостойкое. Ну, на самом деле, вот вы знаете, когда на тональном средстве пишут, что оно водостойкое, я думаю о том, что, в принципе, любое тональное средство водостойкое. То есть я не знаю такого тонального средства, что ты плеснешь в лицо вот так вот из ведра водой, как обычно это все тестируют, и оно куда-то утечет. Это же, ну, не аквагрим какой-то, да, то есть это крем. И в креме всегда есть некая жировая там составляющая, которая все равно остается на коже. Ну, то есть любым тональным кремом можно нырнуть под воду, вылезти, ну, как бы если не тереть лицо руками, он не стечет, просто потому что текстура такая, отталкивающая воду у любого тонального крема. Ну, маркетинг, такой маркетинг, это как всегда. Это тональное средство подходит для кожи, на которой нет шелушений, потому что шелушения подчеркиваются вокруг носа, на носике, и вот здесь у меня достаточно сухая такая текстура получается. В принципе, мне нравится этот тон, и я бы, наверное, его, может быть, использовала бы летом, когда кожа более такая напитанная, и когда нет вот этой сухости, нет вот этих шелушинок проклятых, либо на жирной коже это может хорошо сработать, либо на комбинированной коже. Для сухой кожи, для нормальной кожи я категорически это не рекомендую. Блин, да тут моя разница, да, когда я светлая и когда я средняя. По поводу цветов, тут тоже вопросов очень много, потому что подтоны есть нейтральный, желтый, красный, теплый, причем красный подтон, вы будете смеяться, я надеюсь, ага, ой. Он практически тут один-единственный, и это тот, который я себе выбрала. Что такое красный подтон, я хз. Ну, то есть, по классификации я красный подтон. Ну, фиг знает, непонятно. Потом есть теплый подтон, есть теплый желтый подтон, теплый нейтральный подтон. Короче, с цветами почему нельзя выбрать розовый, нейтральный и желтый? Просто по этой классификации вообще ни хрена не понятно. Когда выбираешь оттенок, вообще ничего не понятно, и даже когда смотришь на тональное средство, тоже ничего не понятно. Во многих этих бутылочках есть вот эти красные прожилки, которые мы с вами видели. Это, видимо, пигмент или что-то, ну, там, какое-то масло, может быть, собирается, потому что, опять же, вот эти тональные средства, которые с летучими силиконами, они обычно, ну, на несколько фракций таких расползаются, и их нужно встряхнуть, чтобы это все перемешалось. Короче, все это очень странно, и я вам честно скажу, что если бы я как пользователь получила тональное средство, где вот такие кровавые красные прожилки, я бы очень сильно удивилась. И такая, типа, Наташа, я тебе плачу 3000 рублей. Какого хрена вообще? По дизайну все здорово, здесь помпа, здесь стекло, ну, то, что оно белое, и малейшие какие-то потеки, и потеки, все это сразу будет, ну, то есть, вот, которое чуть почаще используется, видите, оно уже все такое, ну, это протереть, и все будет нормально. В принципе, все хорошо, но, единственное, крышка, конечно, царапается, но, в принципе, дизайн здесь нормальный, и само сверху оно не пачкается. Ну, у Наташи вот с белой упаковкой есть какая-то фишка. В целом, я скажу, что, ребят, если вы хотите начать ваше знакомство с брендом Наташи Динона, то лучше начать и продолжить, и остаться с тенями, со средствами вот этими всеми для глаз, потому что все те продукты, которые я пробовала для лица, пробовала я немало. Я пробовала практически все тональные средства, я пробовала консилер. Это все не то, все мимо кассы, все какое-то такое. И то, знаете, я вот смотрю на этот тон, и, конечно, если сравнивать с предыдущими, которые вообще ужасные просто были, то здесь еще, ну, как бы нормально. То есть цвет выровненный, в принципе, на участках, которые не сухи, то он лежит хорошо, хорошо все кроет и, как бы, не скатывается, действительно долго носится. Но если сравнивать с другими какими-то тональными средствами, которые порой еще и дешевле стоят, например, Estee Lauder Double Wear, который и на сухой коже хорошо сидит, ну, конечно, он может быть чуть суховат, казаться, потому что, ну, сухая кожа и тональные средства тоже матовые, но тогда просто бьюти-блендер вам в помощь, который влажным способом вам вобьет это все в кожу и в мозг, который просто нанесет вам чуть более как-то это все мягко, да. Здесь же я не вижу преимуществ этого тона над другими тональными средствами. Поэтому, ну, если бы мне принесли такое тональное средство, да, вот я, представляю, я владелец бренда, мне такое приносят, я бы, наверное, не выпустила это на рынок, потому что я не вижу просто в нем смысла. Он не выдерживает никакой конкурентной борьбы с какими-то ближайшими конкурентами. Поэтому лично для меня Foundation X следующий. Мужчина, выйдите, покиньте помещение. В общем, ребята, для меня этот тон скорее нет, чем да, но если у вас очень жирная кожа, при этом нету каких-то шелушений, то вам может это подойти. В общем, что мы говорим новому тональному крему от Наташи Диноны? Не сегодня, не сегодня Наташа, к сожалению. Ребята, напишите, пожалуйста, внизу, может быть, вы уже пробовали этот тональный средств. Вы вообще пробовали что-то от Наташи Диноны? Может быть, хотели что-то попробовать? Давайте обсудим это в комментариях. Ну и я так еще и не придумала, что я буду делать со всем этим оставшимся количеством тональных средств. Да, часть из них поедет на обучение, чтобы ученики могли попробовать поработать разными абсолютно текстурами, потому что я уверена, что найдется какая-то кожа и какие-то люди, для кого это будет идеальное тональное средство. Но, да, я все-таки должна сказать об этом в конце видео, что я все-таки выступаю за то, чтобы отправляли 2-3-4 тона, которые подходят конкретно каждому блогеру. Зачем отправлять их все? Просто мне кто-то написал, ну как, зачем, чтобы ты типа показала свотча? Ребят, если я покажу вот свотчи всех этих тональных средств, особенно там последние, сколько там, не знаю, 10 штук, которые темные тональные средства, то, как это выглядит на моей коже, никоим образом не поможет никому. И тоже касается, в принципе, и самых светлых каких-то оттенков, поэтому это абсолютно бессмысленно. В общем, высылайте какие-то разумного размера пиар-упаковки, мне так кажется. В общем, спасибо вам огромное за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. И мы с вами скоро увидимся, до встречи и всем пока!